Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу Исаии. На очереди 11 глава. 11 глава — часть тех глав, которые условно называются книгой Иммануэля, главы с 6 по 7 по 12. И здесь, в этой 11 главе, звучит вновь тема, мессианская тема, связанная с грядущим идеальным монархом, потомком Давида. Начинается она так. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». «Ваяца хотор мегеза и шай». «Хотор» — здесь отрасль. «Геза» — это не корень даже, скорее, а пень. «Произойдет росток». Когда дерево срубают, из пня появляется росток. И если пень живой, то и выживает, и появляется новое дерево. Из старого, из пня появляется росток. Вот здесь этот образ использован. Метафорически сказано, что род Ишая. Ишай — это отец Давида. Как мы помним и знаем из ранних пророков, из исторических книг. Отца Давида звали Ишай. И вот здесь геза Ишай, пень Исеев, произведет вот эту отрасль. И отца выйдет, росток выйдет, отрасль. «Хотор» — это росток, тоже отрасль, то есть это синонимы. Здесь в синодальном переводе переводится через ветвь. Вот этот «нецер» — он ифре, он не произрастет даже, а даст плод или будет плодоносить. Вот так можно понять. Здесь полный параллелизм и пень, и корень. Вот здесь корень — шорыш. В синодальном переводе дважды использовано слово «корень». Хотя в еврейском тексте стоят разные термины. Геза переводим через пень, и шорыш переводим через корень. Вот такой удивительный, замечательный образ. Как-то он хорошо сочетается с темой «остатка», конечно. Потому что остаток, о котором говорилось выше, шар, яшуф, остаток вернется. Вот и от дерева осталось то же, что остается от дерева, когда оно срублено. Остается пень. И от израильского народа, и от мессианской династии, династии помазанников на престоле Давида. Тоже, казалось бы, почти ничего не осталось. Но вот пророчески возвещается о том, что жизнь в этом пне есть, жизнь в этом остатке есть, и будет росток, будет отрасль. И она не просто произрастет, она будет и плодоносить. «И почиёт на нём, на этом нецере, нецер, росток, почиёт на нём дух Господень, руах Господень». Руах — слово полисемантичное, многозначное, множество у него значений. Это и ветер, атмосферное явление, это и гнев может обозначать, может обозначать и самого Господа, дух Господень, как здесь. «Руах Адунай», «Руах Хохма» — «Увина», «Руах Эца» — «Гура». Такие вот термины используются понятиями. Дух Господень — это дух мудрости, руах Хохма, дух разума, руах Бина, совета, крепости, ведения, благочестия — целый набор терминов. То есть на потомке Давида будет носителем тех же самых добродетелей, что и Давид, и Ишай, наверное, ну и, конечно же, Шломо, чудесный сын Давида, мудрый и мирный царь, и прекрасная его эпоха, золотой век иудейской истории. Совет, крепость, ведение, благочестие. «Страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих делать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Вот здесь слово «дух» можно понимать как «гнев». Дух уст Мессии убьет нечестивого. А дела страдальцев, бедных, тех самых вдов и сирот, о которых говорилось в предыдущей 10 главе, которых угнетают богатые и осуждают неправедно коррумпированные судьи в судах. Вот он встанет на защиту. Мессия как защитник угнетенных, порабощенных. Вспомним вторую часть книги Исаии, третью, где говорится о том, что он пришел отпустить измученных на свободу. Вторая часть книги Исаии. Отпустить узников о свободу, защитить сироту, вступиться за вдову, страннику, пришельцу помочь. Все это прекрасно потом воплощается в Мессии Господе нашим Иисусе Христе. И это пророчество, пророчество 11 главы о потомке Давида, об Иммануэле, о том, кого будут называть с нами Бог. Бог христианская экзегеза, святоотеческая традиция, рассматривает как пророчество об Иисусе Христе. «И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина». Правдой будет припоясываться пояс. Он служит человеку для того, чтобы подпоясывать свою одежду и в то же время всегда быть готовым к чему-то. К труду, к обороне, если это пояс воина или к нападению. И ко всем праведным и добрым делам. И вот здесь правда и истина стоят в параллелизме. Припоясывание чресла и бедра стоят в параллелизме. Синонимический параллелизм говорит о том, что Мессия будет этот защитник слабых и угнетенных. И тот, кто поразит нечестивого, он будет всегда готов и всегда будет действовать. Его действия будут характеризоваться правдой и истиной. Это будут действия в духе правды, в духе истины. Дальше в следующих стихах рассказывается о том, какой будет мессианский век. Каков этот будет век, как будут в нем жить люди. С помощью метафор из животного мира объясняется о том, что будет происходить в мире и в израильском народе, и вообще во всем мире под владычеством царя Мессии, потомка Ишая, нового идеального Давида. Что будет происходить под властью потомка Давида. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Удивительная картина мира, несокрушимого мессианского мира, благоденствия, никакой опасности. В древности на Ближнем Востоке было много диких, опасных, злых зверей, представлявших реальную угрозу для людей. И вот сами эти звери дикие, они уже не будут представлять опасности. Здесь с помощью этих метафор животного мира описывается в том числе и взаимоотношения между людьми. Вот этот грозный лев, Ассирийская империя, Вавилонская империя, эта медведица, не будут причинять людям вреда на всей святой горе Господней. Святая гора Господня — это гора Цион, это Иерусалим, это святая земля. Ну и в конце концов, как мы читали во второй главе Исаии, от Циона, от святой горы Господней выйдет закон, Мицион, Тора, ТЦ и так далее. Здесь, конечно, ближайший параллелизм — это вторая глава, первые стихи второй главы у Исаии. Вот мессианский век, мессианский мир, благоденствие — то, что люди не могут добиться ничем. Ни плакатами «Миру мир», ни мирными демонстрациями против войны в поддержку мира, ни переговорами, ни заседаниями в Организации Объединенных Наций, ничем человек не может добиться мира на нашей земле. Происходят войны локальные, мировые, но вот Мессия сможет установить мир, и Он его установит. И злые люди будут лишены не только своей силы, они своего зла будут лишены, и они перестанут причинять вред другим людям. Жестокие, сильные, властные люди не будут больше жестокими, не будут сильными, не будут властными, но будет мир и гармония по всей земле. Вот каков он будет в мессианский век. Безбоязненно дитя прострет руку на гнездо змеи, будет играть над норою аспида. Ядовитая змея, гадюка, випера, не будет уже жалить, не будет причинять вреда. То есть не будет никакого зла, никакой болезни, никакого поражения. Думаю, что и вирусных заболеваний в век Мессии, в век торжества царства Мессии не будет. Здесь говорится о том эсхатологическом мессианском царстве, которое наступит Харид Айамим в последние времена, в конце дней, в конце времен. То, что в 10 стихе сказано, названо тем днем, Айом Гагу, и будет в тот день к корню Ишшая, Ишай и Иссей, это отец Давида. Вот к этому корню, которому говорилось в первом стихе, который переведен в Гаябайом Гагу. Шореш Ишай Ашер Омед Ленес. Вот этот корень, здесь действительно термин Шореш, и перевод корень правильный, вот этому живому, оставшемуся живым мессианскому корню потомков Давида, который произведет росток великого идеального потомка Давида, Мессию, царя, который станет как знамя для народов, Несс, знамение. Обратятся язычники, и покой его будет слава. Обратятся язычники, то есть все народы, обратятся к горе Господней, обратятся к Богу Израилеву, обратятся в мессианский век. Все народы, все язычники оставят своих идолов и обратятся к истинному Богу, к живому Богу, к Богу Израиля. И обратятся к мессии, к потомку Ишая, к потомку Давида, к этому новому идеальному Давиду, с которым мы, христианские экзегеты, отождествляем, конечно же, Господа нашего Иисуса Христа. Мы ожидаем его второго пришествия, ожидаем полноты его царства, наступлением вот этого дня, который назван здесь тот день, наступлением Дня Господня, который наступит после глобальной катастрофы, после поражения земли. Наступит новый день, наступит новый мир, мессианский мир, добра, справедливости, изобилия, где никто не будет причинять друг другу зла и вреда. Обратятся, как сказано здесь, в 10 стихе, язычники. Здесь народы буквально сказано. Гоим и Дрэшу. Народы взыщут. Народы взыщут Бога и Мессию Его. И покой Его будет слава. Вегайта менухато кавод. Покой. Видимо, здесь Его следует относить к корню Иисееву, который станет как знамя для народов. Вот Его покой глобальный, вот этот менуха, вот это глобальное покой, мир во всем мире, нерушимый, несокрушимый мир. Это будет Его слава. Гайта менухато кавод. И будет в тот день. Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ашура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Шенаре, и в Хамате, и на островах моря. Ближний Восток, острова моря, имеется в виду острова Яматихон, Средиземного моря. Куда? По всем этим дальним островам, по всем дальним странам, вот, например, Элам, далекий, да, по всем этим дальним странам был рассеян израильский народ, иудейский. Господь соберет остаток. Вновь звучит тема остатка, вот этого Шеар, который Яшуф, который вернется. Возвращение этого остатка говорит, говорящие, свидетельствует, говорящие имя самого пророка, который назвал своего сына Шеар Яшуф. И вот это все свершится. Господь прострет руку свою, чтобы призвать, уже не чтобы наказать Израиля. Израиль сполна получил от десницы Господней. Но чтобы собрать его, привлечь, позвать его, обратно возвратиться в свою землю. Возвращение остатков израильского народа, остатков израильских колен, рассеянных, это один из признаков наступления мессианского времени, мессианского эсхатологического царства. И некоторые признаки этого мы видим в наше время, на наших глазах это происходит. И подымет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Вот здесь знамя язычникам, не язычникам, точнее перевести, а народам. Мы видели, что через язычники синодальный перевод дает слово Гоим. Подымет Наса, Нес, подымет знание, знамение или знамя на Гоим, народам, всем народам земли. Гоим часто противопоставляются израильскому народу, но вот здесь гармония, здесь все действуют единодушно. Для чего Господь подымет для всех народов знамя, знамение какое-то? Для того, чтобы они отпустили, отпустили остатки израильских колен, чтобы те могли вернуться в землю, в землю, текущую молоком и медом, святую землю, восстановить Ярушалаем и мирное и благоденственное житие проводить на той земле, которой Господь их когда-то лишил и которую им в мессианские эсхатологические времена возвратит и восстановит и вновь даст во владение. И так подымет знамя язычникам и прекратится 13 стих зависть Эфраима и враждующие против Ягуды будут истреблены. Эфраим не будет завидовать Ягуде, и Ягуда не будет притеснять Эфраима. Ягуда – это южное царство, иудейское, и южное колено. В Иудее в основном три колена. Это, собственно, колено Ягуды, колено Леви, левицкое колено, и колено Виньямина. Эфраим – это доминирующее колено северное. Эфраим и Монаше – два самых многочисленных, могущественных колена северного израильского царства. Между иудейским царством и северным царством израильским существовали противоречия, часто велись войны. И в будущем, в мессианский век, в мессианскую эпоху этого уже не будет. Внутри израильского народа не будет борьбы, и не будет одно колено запинать другое, и не будут представители народа Господнего враждовать друг с другом. Враждующие будут истреблены. И внешние враги, и внутренние не будут завидовать, не будут притеснять друг друга и внутри израильского народа. Никто друг другу не будет завидовать, никто не будет притеснять внутри народа Господня. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Эдома и Муава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. Во времена Давида, во времена Шломо, его сына Соломона, израильское иудейское царство, так как оно описывается в исторических книгах Ветхого Завета, было очень могущественным. Оно было единым. Иуда, Ефрем, все другие колена были под единой властью царя-помазанника, потомка Исшая, потомка Иесея. И это царство, единое израильское царство, подчиняло себе все маленькие окрестные царства государства, включая филистимлян, поработили филистимлян, и Эдом, и Муав, и Амон, какие-то здесь дети Востока, может быть, мадионитянские какие-то племена. Вот как тогда, во времена Давида и Соломона, эти царства были подчинены, находились в вассальной зависимости от Давида и Соломона, так в дальнейшем, в мессианскую эпоху, в метаисторической перспективе, в мессианский век, будет то же самое. Все окрестные царства государства будут в вассальной зависимости от Царства Божия, Царства Господнего, которым будет править Мессия. Вот такая перспектива здесь Дня Господня и здесь пророк пророчества 11 главы 14 стихи здесь об этом говорит установление господства Мессии над окрестными царствами государствами. И иссушит Господь залив моря Египетского и прострет руку свою на реку и в сильном ветре своем и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Рекой здесь называется по всей видимости гора река Ефрат Прат могучая река когда название не дается то чаще всего в Танахе в священном писании имеется ввиду именно эта река река Ефрат оттуда из-за Ефрата приходили враги ну оттуда собственно из-за Ефрата пришел Авраам чтобы странствовать в земле которая будет дана его потомкам и оттуда приходили израильские враги из-за Ефрата ассирийцы вавилоняне и вот эта река она тоже покорится господу покорится мессию его господь иссушит залив моря египетского с одной стороны на юге а с другой стороны прострет руку свою на реку то есть Израиль находился часто между молотом и наковальней между Египтом и Ассирией Египет будет поражен Ассирия тоже будет поражена то есть все враги все могущественные державы будут поражены залив моря египетского это дельта это море египетское это восточная часть юго-восточная часть средиземного моря вот это будет иссушено и рука господня будет простерта и на реку то есть на реку Ефрат на междуречи то есть будут сокрушены могущественные державы сейчас совсем другие державы самые могущественные как мы знаем но вот в мессианской эскатологической перспективе они тоже будут сокрушены и не важно что здесь имеется ввиду река Ефрат может быть под рекой здесь можно понимать в расширительном смысле еще и Янзы Миссисипи и что там еще у нас есть река По например и сушит Господь так что в сандалиях будут в сандалиях могут переходить ее сейчас трудно конечно форсировать в одних сандалиях Нил или скажем Ефрат а вот в мессианский эскатологический век можно будет она будет река Ефрат разделена на семь ручьев тогда для остатка народа его который останется у Ашура будет большая дорога как это было для Израиля когда он выходил из земли египетской возвращение остатка остатка израильтян в свою землю после сокрушения Ашура оно будет подобно выходу из Египта это в своего рода второй исход будет именно в чертах исхода будет описываться во второй части книги Исаии в сороковой главе и дальше этот самый исход из Ассирии остатков колен вот этот остаток народа его народа Господня выйдет из восточных стран из Ашура и вообще со всех окрестных стран о которых говорилось и о дальних островов о которых говорилось в 11 стихе выше выйдет так же славно и так же торжественно и так же свободно как вышел из земли египетской и никакая власть земных правителей не сможет этому новому исходу воспрепятствовать так заканчивается 11 глава впереди у нас 12 глава заключительная глава вот этого блока под условным названием книга Эммануэля к ней мы обратимся на следующем нашем занятии запись делается для библейского портала экзегет отец 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 Продолжение следует...